Друзья, всем привет! Вы на канале Пиратская Жизнь, с вами, как всегда, Нина. Слушайте, у меня для вас грустная новость. У меня для вас пренеприятнейшее известие. К сожалению, сегодня Лилия ничего не прислала. Да-да-да. Так что обсудить нам вам, как говорится, нечего. Но мы не расстраиваемся. Огромное спасибо еще раз хочу сказать Лилечке, что она нас так порадовала. Два раза огромное спасибо. Вот, но мы сейчас ходили в магазин и сами себя порадовали. Да-да-да-да-да. Вот, мы сходили в магазин и купили продуктов на 1671 рубль. Мы купили много-много всяких вкусняшек. Вот, так что, давайте покажу, что же мы взяли. Так, у нас получилось два пакета. У нас получилось два пакета. Так, ну, для начала, что я взяла? Я взяла вот такую вот икру мойвы, рыбное дело. Так, я взяла, смотрите, кальбаса вареная, докторская особая кальбаса. Да, коллекция, да. Что-то мне очень сильно захотелось какого-то майонезного салата. И мы делали салат оливье с говядиной, но вот с докторской колбасой мы не делали. Вот, у нас еще есть, как раз мы недавно открыли банку соленых огурцов. Поэтому, поэтому мы с вами будем делать оливье. Да, я взяла колбаски. Кстати, хорошая колбаса по акции. Так, это у нас особая коллекция. Дальше, что я взяла? Я взяла свои любимые черри, да. Акция все еще продолжается. По 119 рублей. Очень вкусные черри. Вот, и мне прямо они, кстати, прям пришлись по вкусу. Вот, дела, это вот мое лето. Я люблю мое лето. Дальше. Я взяла яйца. Яйца, яйца. Вот этот вот зерновой откорм. Минимум, кстати, смотрите, минимум калорий больше пользы. Оказывается, это какие-то диетические яйца. Честно, я даже вообще была не в кухсе, не в кухсе, ребята. Но очень прикольно. Зерновой откорм. Я взяла С1, потому что они, кстати говоря, были по акции. Они были 74 рубля. При условии, что были точно такие же, только С0. Вот, и они уже стоили, знаете, уже, сколько, 87. Вот, но эти, кстати, не намного меньше яйца. Вот, купила, поэтому вот такие. Вот. Дальше, что я себе взяла? О, последнее время, знаете, очень сильно полюбила вот такую вкусняшку. Это паршюта. Не знаю, как точно произносить. Это окорок паршюта Альта Консетто Серовельный. Альта Консетто Серовельный, да. Так как я не настолько щедра к себе, как ко мне щедра Лиля, вот, я себе купила всего лишь 166 грамм. Вот, потому что, ну, съел, побаловался и все. 321 рубль, он по 1934 рубля. Конечно, очень дорого, но иногда, блин, очень вкусно. Как раз, кстати, я подумала, можно отрезать немножечко сыра, завернуть в окорок, и будет очень вкусно. Вкусно, да. Кстати, написано почему-то окорок. Вообще, это, как считается, вяленое мясо. Мы, кстати, вот такую фирму уже покупали, очень вкусное. Так, дальше, что мы взяли? Еще вот тут вот у нас целый пакет. Целый пакет. Так. Ну, разумеется, к оливье нужен горошек. Вот, была отличнейшая акция на Хайнс. Горошек нежный, свежего горошка через 2 часа после сбора. Во, видите, через 2 часа. Правда, тут у него уже срок годности, но явно не 2 часа. Я взяла сразу 2 банки. Одну мы истратим, а одна пускай будет лежит. Мало ли, вдруг какой-нибудь салатик или еще что-нибудь. О, кстати, винегрет. Тоже, как вариант. Дальше, Вован, когда я вот в прошлый раз готовил, ему нужен был базилик, а у нас его не было. Поэтому мы купили базилик сушеный, сушеный вкусный базилик. Вообще, он, конечно, фанат всяких таких у травок, поэтому, честно, вот я, кстати, вам как-нибудь покажу, сколько у нас всяких специй. У нас просто вот прям выставка нафиг этих специй. И каждый раз вот Вован, как хомяк. Я, как хомяк, иду в магазин и забиваю в морозилку или холодильник, а он каждый раз забивает вот такими вот специями. Дальше, ну, разумеется, я взяла жирный вкусный майонез майонез майонез, майонез, раздражитель поджелудочных желез, майонез майонез, майонез майонез майонез. Вот такой очень вкусный майонез, Добре у нас еще там есть майонез, но его не так много, поэтому я взяла маленькую упаковку. Вот, к сожалению, акции на такой вот с Добре не было, но, знаете, я последнее время беру только с Добре, потому что у меня что-то прям разуверилось во всяких рябах и прочих. Дальше, ну, Вовану взяли вот такой вот дезодорант, Фомэ, он тоже был, кстати, поотличнейший акции. Что-то стояли, нюхали, 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 нюхали. В итоге он себе выбрал такой, я, конечно, выбрала другой. Кстати, я действительно поняла, что мне нравятся сладкие запахи. Вот, и там был какой-то сладкий, но Вовану не понравился. Он понравился, вот этот, вот этот мне нужен. Фа, сила притяжения, 48 часов. Я только не поняла, кому он собрался притягаться. Вот, честно, не поняла. Потому что я-то к нему и так уже, как говорится, поближе, поближе, да. Меня хрен отцепишь. Так, дальше. Во, во-во-во, моя хорошая. Смотрите, была отличнейшая акция. Я решила в этот раз не брать Твикс Соленый Карамель, потому что, кстати, мне одна девочка присылала ссылочку, точнее, не ссылочку, фотографию в Инстаграм, вот, что отличнейшая акция есть в фикс-прайсе. Во, в фикс-прайсе Твикс Соленый Карамель по 25 рублей. Да. Девчонки, на самом деле, вот, честно, знаете, я к чему акции, да? То есть, может, кто-то может позволить себе взять и по полной стоимости. Ой, тихо. Но всегда же приятнее купить товар за более низкую стоимость, чем вот он продается. Логично? Логично. Вот, поэтому мне лично очень нравятся акции. Зачастую их ставят не потому что, так сказать, срок годности подходит, а вообще. Потому что вот у этого, например, вообще еще целый год срок годности, а он был в два раза дешевле. Вот, такие шоколки. Это вот Вован себе такую взял. А я себе взяла вот такую. Я очень люблю карамель. Вот, здесь он, видите, с какой-то карамелькой. Карамельный мусс с миндалем. Кстати, честно, искала какие-то шоколадки с соленой карамельной. Что я не нашла? Так, дальше. Вот, я еще взяла яблоки, потому что в последнее время прям подсели на яблоки. Это у нас, если я не ошибаюсь, честно, я не помню, сейчас чеки посмотрю, как называется сорт. Но вкусные. Вот, и мы взяли себе бутылочку водички. Вода Архыс Вита. Газированная. Вода Минеральная Природная Столовая. Чтобы сейчас, кстати говоря, не пить какую-то сладкую. Хотя мы, на самом деле, честно, прострафились. Мы взяли бутылочку черноголовки. Да-да-да. А знаете, черноголовку взяли этот, как его? Байкал. Байкал. Я хотела, на самом деле, Тархун. В Ивановск, кто хочет Байкал. Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось, как всегда. Каприз ребенка закон. Вот, ну я шучу, конечно. Так, давайте смотреть, что у нас кто, сколько что стоит. Так, напиток из черноголовки. Кстати, вот напитка черноголовки не дешевая, 59,90. Вот, вода Минеральная Архыс 62,90. Но, честно, вот мы вот за один вечер выпиваем, там раз, по два бокала и все, красота. Что-то надоело уже, это Майковская. Вот, я захотела в что-нибудь другого. Хотела взять, знаете, боржоми, но что-то боржоми, полтора литра. Хотя даже полтора литра, по-моему, нету. Там был только литр 25. Но она там вообще, конечно, цены там дерут за воду. 150 рублей почти. Ну, как-то мне кажется, это дико. За воду. Хотя, вроде как она Минеральная. Так, горошек зеленый, по 59,90. Каждый баночек у нас вышло. Такой, кстати, горошек мы вот брали. Он внутри, кстати говоря, мелкий достаточно такой. И действительно очень нежный. Очень вкусный. Но при этом, знаете, когда перемешиваешь салат, он не лопается. То есть, иногда горошек берешь, он прям лопается. А для этого очень хороший. Плюс по акциям хорошие баночки. Так, пакет Майка 9 рублей. Шоколад Риттер Спорт. Кстати, в овановской шоколадка вот эта стоит 79 рублей. А моя стоит 69. Как говорится, как всегда на себе экономит. Вот. Дезодорант Фомен. Вот такой дезодорант стоит 119 рублей. Вот. Мне вообще на самом деле очень нравится мужская серия. Если выбирать, то Акс. Вот. Акс не было акции. Обычно на Акс бывают акции когда-нибудь пятерочки там или что-то такое. Но пятерочка, к сожалению, не доберемся мы до нее никак. Вот. Мы, как говорится, у нас по пути следования всегда проходят спар. Мы, как всегда, заходим за водичкой. Ну и так попутно что-нибудь докупаем. Так. Дальше. Окропаршюта. Окропаршюта. Этот округ мне обошелся в 321 рубль. Конечно, здесь 166 грамм. Здесь тут раз, два и все. Ну вот. Когда-нибудь, когда-нибудь я себе куплю целую вот эту штучку. Ну, кстати, я смотрела, там достаточно такие крупные вот эти вот, как их, ну, это, вилочки, скажем так. Я не помню, как это называется. Что-то у меня в глаз попало. Глаз чешется. Вот. И смысл в том, что на самом деле, если вот я буду резать просто ножом, это будет невкусно. Самый сок, самая вкуснота, это когда вот его тоненько-тоненько режешь. Тогда вот прям, вот прям, вкуснота. А слайсера у нас дома, к сожалению, нет. А, во, яблоки Галла. Называются они, значит, Галла. Но они, смотрите, они такие, знаете, полосатенькие, такие прикольненькие. Мне прям очень понравились. Они, кстати говоря, не очень крупные. Я вот набрала себе. Ну, не себе, а, конечно. Я не могу себе... У меня нет такой роскоши, чтобы кушать одной. Я всегда должна делиться. Сегодня, кстати, доели коробку конфет. Это как его, Феррера Роше, которую Лили присылала. Очень вкусная, кстати говоря. Вот, Валан тоже говорит, вот, зажала. Я говорю, ничего не зажала. Вот, доели коробочку. Очень, кстати, вкусная. Лиличка, огромное тебе спасибо еще раз. Вот, кстати, насчет сыра хотела сказать. Сейчас были в магазине. Вот, и, знаете, вот смотришь на сыр и думаешь, ой, не хочу. Вот, и тоже вот сейчас вот понимаешь, что как бы, ну, вот я, в принципе, хочу сыр, но я его не хочу. Это, знаете, за разряд того, что когда у тебя чего-то нету, ты это хочешь, да? Вот, а когда у тебя этого, в принципе, в избытке, тебе как-то и не очень-то этого хочется. Нет, я, конечно, ем сыр. Сейчас я, сейчас я все... Кстати, мне вот очень многие девочки написали в комментариях, что лучше сыр есть от мягкого к твердому. Потому что мягкий сыр, он быстрее портится. У него, соответственно, более короткий срок годности. Вот, и я сейчас вот догрызаю вот этот вот сыр на как-то... Как-то... Не карамбала? Ну, короче, вот это вот мягкие, типа бри. Вот. Я его прямо, знаете, отгрызаю. Потому что с бамановой все равно не ест. Резать его бессмысленно, потому что он растекается. Вот, а я его просто так ем. Да, вот могу себе позволить прям кусками отгрызать. Так, дальше. Вот это яблоки гала, томаты черри красные. Кстати, они по 119, я уже говорила. 119,90. Мне прям очень нравится. Вот, на 2-3 раза нам хватает. Так, дальше. Приправа... Приправа базилик. Вот это такая... Катани. Кстати, Катани очень классная фирма. Мне очень нравится. И Вовчик постоянно ее берет. Вот. Либо вот мы берем спаровские. Вот. А вот такая вот Катани. Базилик стоит 60 рублей. Дальше. Майонез. Майонез. Раздражители поджелудочных желез. Майонез. У нас стоит маленький майонез 47,50. Ну, он, кстати, совсем маленький. Здесь сколько грамм-то, я даже не знаю. 247 грамм. Ну, я не стала большую брать, потому что, ну, долго лежит. Хочется свеженького. Вот. Ну, и плюс у нас уже есть часть майонеза. Вот. Надо сначала это доесть, чтобы вот у десяток не скапливалось. Так, яйцо куриное зерновое. 74,50. Честно, я прям вообще в шоке, что оно как-то диетическое. Минимум калорий больше пользы. Это, знаете, как это на самом деле... Ну, вот написать, что там есть такие-таки-то витамины. На самом деле, витамины, которые и так есть. Вот. А насчет минимум калорий, как они делают яйца минимум калорий. Я вот не понимаю, как они там... У них что там? Худенькие курочки этих вынашивают или что-то такое. Нет, просто на самом деле, знаете, иногда пишут такие вещи. Я знаю, ну, это как маркетинговый ход. Те вещи, которые, в принципе, очевидны, да? То есть, вот. Но просто человек воспринимает это как за достоинство какого-то продукта. Это как написать, диетические огурцы. По сути, они и так и есть, диетические, как огурцы. Вот. Икра моевого. Знаете, что-то мне так захотелось вот икры моевого. У нас есть багет. Мы покупали очень вкусный багет, знаете, что-то типа чабаты. Вот. Я вот думаю, завтра вот его порезать. И вот с такой вот икрой моего. Плюс нам надо доедать суп. Нам надо доедать суп. Кроховый. Честно, вот варишь с удовольствием. А потом как-то уже на второй-третий день уже как-то есть-то его неохота. Но выкидывать жалко и приходится его доедать. Вот. И в итоге общий чек у нас получилось на 1671 рубль. Вот. Да. Опять же, повторюсь, пренеприятнейшее известие. Лили нам сегодня ничего не прислала. Но я честно, я шучу. Лили, главное, не обижайся. Вот. А так, девчонки, честно, знаете, вот там пишут в комментариях, что вот это, вот это. Ребят, если вдруг реклама у нас проходит, да, то я обязательно пишу ссылки, да. Я раз 10 повторю название фирмы и так далее. Вот. И по Вовану всегда можно понять, реклама это или нет. Вот. А просто есть такие люди, действительно, как вот, что-то, как Лили, да, которые вот могут себе позволить просто вот человек, которому нравится, подарить такой подарок. Вот. Так что не надо воспринимать всё-всё в негативном ключе. Ребята, живите проще. И как правильно там написал некоторые, ну, кстати, были нормальные комментарии, я читала. Вот сейчас, действительно. Вот. Там написали, что, в принципе, это большая роскошь порадоваться за какого-то другого человека. Вот. Желаю вам счастья, здоровья, любви и всего самого хорошего, чтобы у вас всё было в избытке, чтобы вы себе позволили такую роскошь, как порадоваться с другого человека. Или, возможно, порадовать кого-то. Вот. На сегодня всё. Всем спасибо. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пишите, что вы покупаете, сколько у вас это стоит и что вы любите. Я вот, честно, подсела вот на вот это дело, но это, конечно, дорого. Но вкусно иногда попробовать. Ладно. Всех люблю, всех целую. Всем спасибо, всем пока. Пока.